МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Смертельное ДТП. 19-летний мотоциклист разбился на улице Синкина. Возможности для самореализации, когда в Сарове появится Центр культурного развития. Десять дней с тазиками и нагревателями, как жители Сарова, справляются с отсутствием горячей воды. Далее расскажем обо всем подробно. Срок оформления заграничных паспортов не по месту прописки составит 3 месяца. Сейчас по закону для оформления документа можно обратиться в любое соответствующее подразделение миграционной службы или МФЦ, вне зависимости от адреса регистрации. При этом срок оформления загранпаспорта в таком случае не установлен. Новая инициатива правительственной комиссии устанавливает, что при подаче заявления не по месту прописки срок оформления заграничного паспорта составит 3 месяца, а при подаче заявления по месту регистрации – 1 месяц. Такая разница во времени связана с необходимостью проведения проверок, пояснил представитель правления Ассоциаций юристов России Владимир Груздев. Он напомнил, что заграничный паспорт старого образца, не содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на 5 лет. Заграничный паспорт нового поколения, содержащий электронный носитель информации, на 10 лет. Если паспорт был оформлен несовершеннолетнему, то при достижении 18 лет менять документ не нужно. Он будет действовать до тех пор, пока не закончится срок. Кроме того, приставы смогут забирать загранпаспорта у невыездных должников. После выплаты долга документ вернут. Все органы, запретившие конкретному гражданину выезд за границу, будут обязаны уведомить его об этом в течение дня. Летом следующего года в Сарове должен появиться Центр культурного развития. Строительство нового здания на улице Озерной идет полным ходом. Этот проект стоимостью более 214 миллионов рублей реализуют в рамках туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров. Подробности далее. Активное заселение новых районов по улицам Озерной, Менделеева и Рихарда-Зорги вызвало необходимости новых социальных объектов. Так, на улице Рихарда-Зорги идут работы по строительству школы номер 11. С апреля этого года на улице Озерной Саровская компания ООТСК начала строительство Центра культурного развития. В новом двухэтажном здании предполагается разместить детские кружки и секции, проводить концерты, театральные представления, художественные выставки и творческие встречи. Будут оборудованы два зала. Один зал будет оборудован раздвижной сценой. Могут проводиться кукольные представления. Второй малый зал будет представлять собой такую мини-колокольню. То есть там будут расположены колокола. Для Центра культурного развития будет благоустроена прилегающая территория с площадкой и парковкой для машин и автобусов. Сейчас здание находится на нулевом цикле строительства. Рабочие заложили фундамент, возвели наружные стены цокольного этажа, идет утепление сооружения снаружи. По договору подрядчик должен завершить строительство в июне 2022 года. На данный момент ни опережений, ни отставаний нет. Идем по графику. То есть как у нас было запланировано на июль месяц, это выполнение нулевого цикла здания. По сути мы к нему и приблизились. Общая стоимость работы составляет более 214 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». К работам привлечены люди как из города, так и ближайших районов. По мере необходимости в специалистах разного уровня подрядчик планирует увеличить количество рабочих. 19-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП с участием внедорожников в Сарове. Авария произошла на улице Силкино на пешеходном переходе рядом со зданием ОБЦ. Подробности далее. Жуткая авария с участием мотоциклиста произошла 23 июля в 17 часов на данном перекрестке по улице Силкино. По словам очевидцев, 19-летний парень, управляя мотоциклом «Фонда», набрал скорость около 100 км в час и врезался в выезжающийся двор автомобиль «Митсюбиши». В результате столкновения мотоциклист прилетел через автомобиль и ударился об асфальт. От полученных травм он скончался на месте. Камера уличного наблюдения запечатлела момент аварии и последние секунды жизни парня. Публикация собрала сотни комментариев. В основном люди приносят соболезнования родным погибшего мотоциклиста. Жалко молодой парень с соболезнования родным погибшего. Скорость мотоциклиста была огромная. Неужели это стоило жизни? Сокрушаются интернет-пользователи. Обстоятельства и степень винилых участников ДТП выясняются. В 2019 году этот же молодой человек попал в ДТП около торгового центра «Атом», управляя мотоциклом без водительского удостоверения. В результате аварии он получил множественные ушибы и сотрясения головного мозга, но ездить аккуратнее не стал. За нарушение ПДД его часто останавливают сотрудники ГИБДД, а его мотоцикл неоднократно попадал на штрафстоянку. Согласно отчету научного центра безопасности дорожного движения, в первом полугодии 2021 года зафиксировано снижение количества ДТП и числа раненых с участием мототранспорта на 6%. Но при этом число погибших в таких ДТП выросло также на 6%. В Нижегородской области с начала года в ДТП погибли более 10 мотоциклистов. 28 июля с 8 до 20 часов не будет электроснабжения на проспекте Ленина в домах 2, 4, 6, 8, улице Фрунзе 10, 11, 12, улице Гагарина 18, 20 и Шверников 12. Отключение связано с реконструкцией трансформаторной подстанции. Напряжение могут подать и раньше срока в любой момент без предупреждения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дорожные камеры получат в ближайшее время новую функцию фиксации нарушений ПДД. Как сообщает Автоньюз, комплексы научатся фиксировать очень опасное поведение на дорогах. Делать это будут с помощью нейросети. Система увидит, что автомобиль следует на достаточно высокой скорости по сравнению с общим потоком. Еще один маркер опасного движения, который смогут распознавать камеры, это приближение машины на высокой скорости к другому транспортному средству. Пока программное обеспечение находится в стадии разработки. Сейчас производители сосредоточены на запуске камер, фиксирующих негорящие габаритные огни и фары ближнего света. В Сарове 14 августа пройдет спортивный праздник РДС-2021. Резвый, дерзкий, спортивный. Он будет посвящен 75-летию РФЯЦ в НИЭФ. Место проведения – стадион ИКАР. Начало в 11 часов. Для участия необходимо собрать команду из пяти человек, в состав которой будет входить как минимум одна женщина. Помимо сотрудников ядерного центра, организаторы приглашают спортсменов и активистов КБ-50, Саровского политехнического техникума, Центра социального обслуживания, Атом охраны и других. Соревнования предполагают прохождение пяти этапов – лыжные гонки, пирамиды, гигантский дриплинг, гусеница, скакалка. Финальный этап – запуск надувной ракеты РДС. Всех участников праздника ждут памятные подарки, а победители и призеров дипломы и ценные призы. Заявки принимают до 10 августа в отделе физкультуры и спорта. Телефон 5-4-2-0-3. Электронная почта спортсобаковнеев.ру и в профсоюзном комитете. Телефон 2-59-17. Список обязательной вакцинации расширили в Нижегородской области по решению главного санитарного врача региона. Обязательной вакцинацией теперь подлежат сотрудники нижегородских гостиниц, кафе и сервисов доставки. 60% работников этих сфер должны пройти вакцинацию до 30 августа. Также внесены изменения в сферу образования. Работникам необходимо привиться до 20 августа, а не до 25 августа, как было в предыдущей редакции. Между тем, линейки в нижегородских школах планируют провести в очном формате, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится до критического уровня. Об этом информагентство «Время-Н» сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики. На мероприятиях должны будут соблюдать социальную дистанцию и другие требования Роспотребнадзора. Школам необходимо подготовиться к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением эпидемиологических требований, как и раньше. В здании будут пускать по результатам термометрия. Для учеников и работников на входах в образовательные учреждения, столовые, санитарные узлы и туалеты установят антисептики. Во время уроков будут проветриваться кабинеты и рекреация, а во время перемен – классы. Также ежедневно в помещениях школ будет проводиться влажная уборка, а еженедельно – уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств. За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 239 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Нижегородской области – 529. В Сарове за день заболели 5 человек. Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелом состоянии. Ежегодно в августе в нашем городе отключают горячую воду в связи с плановым ремонтом системы водоснабжения. В среднем без горячей воды горожане вынуждены обходиться 10 дней. Мы решили узнать у саровчан, как они справляются в этот период. Грядет плановая проверка и ремонт теплосетей. А значит, скоро большая часть из нас вспомнит, каково это – остаться без горячей воды и шансов на теплую ванну. Кто-то обычно мирится и адаптируется, кто-то находит альтернативные способы помыться. Мы решили узнать у саровчан, какие у них есть лайфхаки на время отключения горячей воды. Несколько лет я, в общем-то, тому назад я купила и, значит, повесила бойлер. И сейчас у меня никаких даже проблем нет. Залейся горячей водой. Ну, не то, что как бы залейся, но, в общем-то, посуду помыть и принять душ я могу. Я живу одна, мне много не надо. Так что мне вполне кастрюли достаточно. Я ее сам буду отключать, я там работаю. Будем делать горячую воду, испытания проводить, набивать сальники за этот период, подготавливаясь к топительному сезону. У меня не бывает в это время в городе. В деревню уезжаю. Я уезжаю за поделы города на дачу, а там у меня есть специальный обогреватель. Как обычно, грею на газовой плите. Ну, у меня в Тизе у дочери, ну, своя газовая, бойлер, без проблем, если надо. А по мелочи, как нагреть кастрюлю, электрический чайник, тоже никакой проблемы. Да, элементарно. Вот он, а что особенного-то. Взял, поставил ведро на балкон, на лоджию, нагрелась, сполоснулась вечером. Отлично. Тут включает место типа бойлера, нагревается вода и нормально. Мы уезжаем в это время в лагерь, да, работаем в лагерь. Там вода есть горячая всегда. Я без проблем неприхотливый и холодной водой ополоснусь. Я люблю холодную воду. Я хожу в бассейн, во-первых, на третий завод и принимаю холодный душ. Конечно, стресс он немножко, но жить можно. Как все, справляемся. Греем, моемся, умываемся, все делаем. Как показал опрос, саровчане учитывают ежегодное отключение горячей воды и приобретают водонагревательные приборы. Некоторые предпочитают провести этот период на даче, а кто-то по старинке нагревают воду в чайниках и кастрюлях. Ежегодно в июле во всем мире отмечают Международный день заботы о себе. Это неофициальный праздник, который был создан для того, чтобы люди начали уделять больше внимания своему здоровью и душевному состоянию. Ежедневные нагрузки, конфликты, напряжение и стресс негативно влияют на общее состояние организма. Уделить время себе и своему здоровью, отдохнуть и расслабиться после напряженного рабочего дня. Избавиться от боли в спине, вернуть коже красоту и молодость. Все это возможно в медицинском центре «Шоколад». Красота и здоровье в моде всегда. Сохранить их надолго помогут в медицинском центре «Шоколад». Обратить время вспять, похудеть без изнурительных физических упражнений и голодовок, улучшить сон, избавиться от головных болей – все это возможно с помощью карбокситерапии. Это безболезненная и эффективная процедура, которая подходит как мужчинам, так и женщинам любого возраста. По сути, это введение внутрь или под кожу двуокиси углерода. При этом мозг получает сигнал, что в данной ткани, куда я ввел этот углекислый газ, очень много этого углекислого газа. И мозг воспринимает это как в зону гипоксии. Соответственно, он туда отправит кислород. При этом произойдет улучшение микроциркуляции, проширится сосуд. Через несколько минут углекислый газ выйдет из организма, кислород останется и будет работать. Эта процедура входит в пятерку самых эффективных процедур по регенерации тканей. Признаки увядания кожи, темные круги под глазами, локальные жировые отложения, целлюлит – это далеко не все показания для карбокситерапии. Снять воспаление и улучшить состояние организма при артритах и артрозах также поможет и эта процедура. Есть воспаление. Признаком воспаления является покраснение и отек. А отек за счет того, что там же не только кровь венозная, артериальная, там же еще и венозная и лимфа. И вот это все вместе оно распирает и уже не дает возможности непосредственно артериальной крови проникнуть туда. И за счет этого возникает боль, причем будет боль именно распирания. То есть, добавив до углекислого газа, мы просто выведем всю лимфу и все. Какой-то особенной подготовки перед процедурой не требуется. Есть ряд противопоказаний. Есть ряд противопоказаний. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Часто эффект заметен после первой процедуры, но Владислав советует пройти курс. Если приходит человек с головной болью, можно ему колоть в три точки. Уколоть она прошла, ему больше не нужно. Если мы говорим, например, о эстетических проблемах, человеку нужно похудеть. Конечно, за один раз это нереально брать. Брать килограммов пять можно процедур за десять, наверное. Часто карбокситерапию советуют сочетать с другими процедурами. Например, с гидромассажем и эпиджимассажем. Они помогают устранять жировое отложение и проявление целлюлита. Спазмы в мышцах и боли в спине снимают отечность, улучшают силуэт и качество кожи. Все это и не только предлагает своим клиентам медицинский центр «Шоколад». Ваш красивый ориентир на пути к совершенству. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин